Ну что, друзья, всем привет! Новая серия на нашем канале. Наконец-то наступила хорошая погода, мы закончили наш перерыв по выпуску видео, вернулись с отдыха и начинаем продолжать записывать для вас контент. Сегодня я хочу выкатить свою BMW, скажем так, в сезон вкатиться. И для этого поеду за город, чтобы посмотреть, что там с ней, в каком она состоянии, что для этого нужно, и повезу ее в город. Сейчас приедет мой друг Макс и отвезет меня в гараж. Так что погнали! Здорово! Здорово, мужик! У меня, короче, есть для тебя подарок, Макс. Какой же? Ты мне вчера показал свой паспорт, сказал, что он уставший. Я тебе хочу подарить вот такую хуйню, смотри, что тут написано. Автомотоклуб Федеральной службы охраны Российской Федерации, Кремль 9. Она типа под доки автомобильные, но ты можешь вытащить центральную часть и засунуть туда паспорт. Блин, мужик, вот этот стиль, спасибо тебе большое. Тебя когда будут останавливать, ты даешь вот прям в обложке, и они такие, а, нормально, свой. Езжай, езжай. Ну что, прибыли мы, собственно, в гаражик. Сейчас первым делом проверим масло, подольем, если необходимо. Но, походу, необходимо. Матюль, матюль, реклама. Как обычно, после зимы ничего невозможно найти. Нужно найти крышки фонарей, вот этих вот. Потому что, когда меняли крышку багажника и красили ее, я их снял, где-то оставил, и теперь не могу найти. И теперь вечная проблема, когда что-то кладешь в багажник, вот эти крышечки, лампочки сбиваются в контакты. Поэтому надо крышки обязательно найти. Гольф остается на неопределенный срок. Машина все еще в продаже для тех, кто в танке. Кому интересно, пишите в личку или заходите на автору. Там и цена, и информация, все указано. Был покупатель, который даже изъявил желание оставить залог на машину, но исчез. Так что машина все еще продается. Кому интересно, пишите, обсудим. Можно там обсудить вариант без дисков, без каркаса. Так что пишите в личку. На этом диске отсутствуют болтики. 7 штук. Помните? Я, короче, искал в инстаграме болты. В том году мой прекрасный друг Клементий потерял мне 7 болтов. Ребята из Клинчета дали мне 7 болтов со своих дисков, которые у них висели на продажу. Я их себе вкрутил. И вот сейчас они попросили их обратно. Где-то месяц назад я их приехал, выкрутил, отдал им. Но сейчас уже нашел 7 новых болтов. Поэтому большое спасибо ребятам из Райтсайда. Они мне из Питера передали болтики. Вот надо их забрать сейчас в офисе где-то лежат. И вкрутить сюда. Что тут по обстановке, Макс? Ну, попробуй запускать. Итак. Клима. Работа? Нат, давай я сейчас его выключу поделать. Ну, в первую очередь, как вы помните, у меня здесь супернизкий потолок, который тоже нужно исправлять. И у меня здесь разобрано все снизу над педалями, потому что требует замены блок управления дворниками. Поехали. Эй, как новая завелась. Смотри, суполок прямо на голову. Ну, что, Илья, как ощущения после зимы? Такие. Был бы потолок нормальный, вообще проблем бы не было. То у меня прическа портится, прям волосы так поднимаются. Но я знаю один метод. Метод перепела Александра, он мне подсказал, как можно исправить временно. Надо найти пару иголочек и просто туда застегнуть их, как булавками. Но пока иголочек у меня даже нет. Пользуясь случаем, решили с Максом завести гольфа и, может быть, выкатить, сделать новые фотки. Держи. Сделать новые фотки для Автору. Зверь. Вам в каком угорелось? А? Вам в каком угорелось? Да, так и не сделали. Типа заряд. Заряд нет? Да идея есть. Но я не уверен, надо как-то позвонить. Сейчас погреется и покатаемся на нем чуть-чуть-чуть, прям. Помедленнее сейчас штанами ударишься. Боишься? Боишься? Поготовимся. Блин, как ты на нем ездил? С улыбкой. Ралли-жак. Ралли-жак. Я же в Воронеж на нем ездил. Пс-ть. У нас камера вахуй, да? Газуй, газуй, бьешь? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ха-ха-ха-ха-ха. Нормально подрывает. Да он подрывает нормально. Да его-то вес. Только подвеска не работает, и поэтому... Да, я уже почувствовал, дать. Нужно поднимать вверх его. Короче, стенс эта херня полная. Из-за нее страдают все. И водители, и пассажиры, и машина. И дорога. И дорога. А если уж занижаете подвеску, то занижайте с умом, так, чтобы она работала. Вот в данном случае эту подвеску я собирал 6 лет назад, и здесь она вообще не работает. Может, такая, блядь, для мячики. Карп, карп, карп. Блин, вот, конечно, когда когда гольф стоит в гараже, к нему как-то спокойно совершенно относишься. Ну, типа, вот, есть мысли продать. А когда начинаешь на нем кататься, эти мысли куда-то исчезают. Ну, такой прикольный все-таки со стороны. Был бы, конечно, немного покомфортнее. Может быть, я бы не продавал его. Не знаю. Блин. Че делать-то, а? Просто ездить во дворе его не припаркуешь в городе. Выезжать на нем в выходной день и гонять каждый раз за машиной на дачу тоже тяжело. И у нас особо ездить некуда. Были бы у нас какие-то тематические мероприятия, еще да. Просто малыш дает всем пыль в глаза. Все-таки прикольная машина получилась. Ставьте лайк, если вам она нравится. Ну, и напишите свое впечатление. Я знаю, что гольф уже миллион раз у нас был в видосах, но все-таки еще раз повторюсь, каждый раз, когда на нем куда-то выезжаешь. Вот прям вот он такой прикольный. Надо обязательно сделать какую-нибудь фотосессию финальную для Лоудейли. А то даже статьи про него в принципе-то и не было. А может быть и видос записать с полным обзором. Ну, такой прям отдельной частью. Как вы думаете? Напишите в комментариях, стоит или не стоит. Или я уже всех задолбал этим гольфом. Зеркальце здесь придумал, что-то из-за того, что проблема единственной этой камеры, то что у него нет разворотного экрана, как у других аналогов. Не видишь, что снимаешь. Он есть, но он разворачивается не на тебя, а на верх. Блин, тут неудобно перегазовывать. И как BMW педаль стоит. Да и все равно прикольная тачка. Магнитово, помнишь? Маска, да. Стильная, стильная, переворачивается. Но я, правда, не подключил. Как водится? Ну так. Прямо сейчас в Воронеж я бы не готов был уехать на нем. Или в награбли, например. Только если на прицеп. Я слышал, на грабли там другой прицеп едет. Примерно 9 тысяч километров. Слышал? Нет. Какой-то парень на Запорожце старом, ну на Горбатом. А, не знаю. На марке едет с жесткой прицепкой. Запорожец едет с Хабаровска. Хер. На грабли. Он уже выехал, ну на прошлой неделе. Газануть обязательно перед тем, как заглушить. Чтобы магистраль продулась. Короче, Гольф остался в гараже. А мы поехали в город на Красный. Сейчас надо найти какую-нибудь самомойку. Отмыться. Как раз после зимы. И можно кататься. Потолок все еще упирается мне в голову. Надеюсь, скоро решу эту проблему. Ну и все остальные проблемы. Кстати, для тех, кому интересно, на этой машине я не планирую ехать на грабли. Она останется в Москве. Мы на грабли поедем на нашем автобусе новом. Не хочу ехать на Красный на грабли, потому что, в принципе, с прошлых граблей в этой машине появились только другие колеса и другая расклейка. Поэтому, мне кажется, смысла гнать ее туда еще раз на таком сетапе нет. Пора, наверное, уже задуматься о том, что делать дальше с BMW. Может быть, какие-то изменения будут в этом сезоне. Но, если честно, пока я такого ничего кардинального не придумал. Посмотрим. Если есть какие-нибудь идеи, пишите. Будет интересно поразмышлять вместе с вами. Наверное, хотелось бы снять все наклейки. Но для этого придется перекрашивать кузов. Пока что бюджета на это действие нету. Посмотрим. Может быть, попозже, к концу сезона. Короче, никуда не спешу. Но если есть какие-то идеи, пишите. С удовольствием почитаю, поразмышляю вместе с вами. Как человек, который сел впервые в эту машину после зимы, скажем так, последний раз я на ней катался в октябре, уже позабыл, что и как. И хочу сказать о том, что мне здесь очень нравится. В первую очередь, это, конечно, динамика и то, как ведет себя машина. На вторую стадию я бы отдал свое предпочтение выхлопу. Точнее, звуку выхлопной системы. Мне здесь очень нравится ее звук. То, как он работает. Как работает BOO. И, наверное, единственное, что сопоставимо лично для меня по звуку, это, наверное, звук V8. может быть еще приятнее для слуха. Но в этой машине V8, к сожалению, не так приятно отрабатывает все свои способности и свойства в плане динамики и всего прочего. GZ, конечно, намного поинтереснее. Из минусов на данный момент это то, что нужно подсобрать задний багажник, крышку багажника. Там обшивок не хватает. Они где-то у меня валяются. Я сейчас так и не смог их найти. А еще, конечно, решить проблему с потолком. Я уже, наверное, раз в пятый об этом говорю. И можно кататься с удовольствием. Макс привез нас на какую-то пафосную самомойку. Вот моет свое ведро. Ведровер. Так он заснял? Ты заснял? Ты заснял? Да. Короче, мойка. Впервые вижу мойку, где есть два вида химии. Одна для кузова, одна для дисков. Вот Клим сейчас помыл свои диски. У него они белые. Говорит, очень хорошо отмылась. Сейчас посмотрим, как эта химия повлияет на полку. Так, так-то. А где, Аксин? Мойка дисков. Короче, о. О, зелененький. Короче, если мои полки выживут, то я скажу вам адрес, где она находится. А если нет, то не буду делать херовую рекламу. Люблинская улица. Вон на бампере вздулась пленка после Сочи, походе. Надеюсь, не порвется. Сейчас надо аккуратно мыть, чтобы не порвать. Видишь? Она не вздулась, она отклеилась в углу. То есть, как бы, внутренний угол. она может из-за керхера пробить ее. Надо аккуратно мыть. У меня розовая была. У меня тоже розовая. А, да. Да там все по красоте. Я все рассказывал. Блин, ну если у меня полки опять цветут, придется ехать в Култе. Или к Тому Хэнсону. Я выбираю последний вариант. Клим, смотри, здесь не хватает болтиков. Подгадай, почему. Что-то болтики потерял. Не я. Ага, я уже в этой серии всем рассказал, почему их нет. Короче, а это на мой взгляд такая-то пена Т-пауэр. Их фирменная. Бернаут бы один. Хотя бы один. Бернаут бы один. Резина же не бесконечная. Видал. Видал. Видал, сколько фанатов сразу. Жалко рези, да? О, Макс. А ты что там сидишь? Бернаут наблюдаешь? Смотришь на дебила. Картофель на мой взгляд. Картофель, блядь. Клим, а почему белорусы... Почему два мя колеса? Потому что два мя колеса. Лет стало, блядь, заварка превратилась. Короче, мы свой долг выполнили. Бернаут в серии есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там колокольчик, зайдите к Климу, напишите ему, что он картофельный. Короче, напишите ему, что он картошка. Вот. И ждите новое видео, наверное, оно уже будет прямиком с граблей. Прям с Минской. Я хочу приехать на грабли. Субтитры сделал DimaTorzok